Алхамду лиллайхи Рубъилалимин, ашхаду лаил앙иллайхи лаллаху, ашхаду анна мухаммадан абдуху варасулю, Аллахумма ааллимна ма инфауна, ванфа'на бима аалламтана вазидна айлма, ва аслихнана шанана кула, ва ла такилна илла анфуса на тарфата айнам ма баб. Остановились с вами на словах шейха Василу Аббаса, который комментировал эти слова ученых, которые пришли в главе. В главе о том, является ли обязательным следовать определенному Saulу. и он говорит поистине пророк был неспослан абсолютно всем людям хорошо ко всем людям доносил им религию и путем него Аллах дополнил завершил свою религию и явил свою милость полным образом людям и пророк говорит поистине какой бы пророк не приходил до меня кроме как он обязан был донести до своей уммы и указать своей умме на то что он знает является благом для них и предостеречь их от того что он знает для них является плохим и поистине воистине ваша умма благополучие благополучие вашей уммы в начале ее то есть в первых хорошо то есть поколениях и последних из этой общины то есть для них то есть у них будут страшные беды и страшные проблемы и много вещей которые вы будете порицать братья это страшный хадис и придут в фитнес смуты и одна будет хорошо то есть одна будет смягчать другую в каком смысле в смысле то что как дальше придет что будет приходить то есть человек застанет какую-то смуту и будет говорить все то есть эта смута то есть я уже ее не переживу то есть все она меня погубит то есть я уже не могу понять где истина и затем то есть явится истина и он поймет что оказывается то есть все нормально и придет следующее он будет говорить точно это то есть каждая последующая фитна будет хорошо настолько серьезной что предыдущую ты уже будешь то есть той в которой ты говорил что все я погублен в этой фитне когда она хорошо то есть уже пройдет начнется новая если ты будешь смотреть на них то есть новая это будет субханаллах как говорится та старая была ничем по сравнению с этой новой и каждый раз каждый раз так и посмотрите оно так и есть субханаллах то есть до недавних времен были у нас братья хаварич которые выдавали себя называли сарафитами приписывали и так далее и тому подобное и все не могли понять джигад или не джигад надо или не надо в горы уходить или же все таки на равнинах жить и так далее в степи уходить и так далее что делать не могли понять прям не могли субханаллах и уходили там такие и так далее то есть совершали теракты и так далее. Затем, аль-хамдул-Лля, явилась истина. Она и так была, аль-хамдул-Лля, но просто ее не так слушали. И потом все, пропала эта фитна, по милости Аллаху. Затем появилась новая, уже среди самих суннитов, то есть те, кто причисляет себя к салифи, сами друг друга жрать начали. Этот моптаде, этот такой, этот этого слушат, этот того слушат и так далее. И сейчас, по милости Аллаху отходит. И, быть может, следующее и новое это все. Сейчас уже эти, которые отошли от этого всего, начали хорошо полоскать вопрос, там, оправдание по неверсу есть или нет. Брат, это важный вопрос. Если ты говоришь, что его нет, то ты кафир. Или же, если ты говоришь, что он есть, оно есть, ты кафир. И так, ах и Аллаху Акбар, уже дошло до этого. Я, реально, вчера ему птадем был, сегодня я уже кафиром стал спором. Завтра убьешь меня еще, Аллаху Астану. И поэтому, братья, каждое последующее, хорошо, то есть фитна, страшнее, чем та, что была до нее. Аллаху Акбар. Аллаху Акбар. Фа ля на шукку. Балляян баги ан яшукка муслимун анна Аллаха Ахбара Наби'яу салла Аллаху Али-Ассаляму. Ан кулли хейрин лил уммати у ан кулли шарик аре. Братья, очень важные слова. И мы, братья, не сомневаемся. Более того, не можем мы сомневаться в том, то есть и мусульманин не может сомневаться в том, что Аллах, субханаху Аталя, сообщил своему пророку, салла Аллаху Али-Ассалям, о всех благах для этой уммы и сообщил все зло для этой уммы. То есть имеется все то благо, чтобы он указал им на него, и все то зло, чтобы он предостерег то есть эту умму от этого зла. Хорошо, на все указал Всевышний Аллах, субханаху Аталя. И говорит этот пророк, алей саллаху Али-Ассалям, неграмотный, то есть чистый пророк, алей саллаху Ассалям, так как он, то есть неграмотный, почему то есть его описание было, потому что он не умел читать и писать. Но это не значит, что он неграмотный был в разговоре и так далее. Аллаху Али-Ассалям, то есть ему говорили о том, то есть почему умми говорили и так далее, что арабы не были, то есть не было у них писанины в принципе, не нужна она им была. Они были настолько красноречивы, что не нуждались в письме. Даже более того, когда начали писать, они настолько красноречивы и настолько, то есть это, как говорится, не было позорами. они писали вот эти волны просто без даже точек, не просто без огласов, без точек. То есть у тебя слово, поэтому у нас, когда пришло, пришло, и в некоторых чтениях Корана пришло, почему одно и то же значение и написание одно и то же. Если ты уберешь все точки, одно и то же написание. Кто тот, кто знает, где, то есть здесь не просто, это вы представите себе в русском языке убрать гласные буквы и просто писать прут, кгду, и так далее. Если писать будешь таким образом, кто-то может поймет, какие-то слова не поймешь и так далее. Они, братья, не просто, то есть они даже точки убрали. То есть просто первую букву, слово, грубо говоря, пишут тебе, хорошо, и ты сам читай текст потом, бисмилля, хорошо. То есть они вот таким образом писали. То есть просто не нуждались, в принципе, у них было слишком сильное красноречие. Что даже говорят, что хадис посланника, алейс-салату ассалам, что указывает на то, что он, братья, не говорит по своей прихоти. Что посланник, алейс-салату ассалам, когда сказал, что у Аллаха, субхану ассаля, 99 имен, сказал, миатун илла вахид. Сказал, 99 имен у Аллаха, субхану ассаля, 100 без одного. Зачем говорить 100 без одного? В то время как 99 и так понятно, что это 100 без одного. Потому что если ты напишешь, инна лилляхи тис'атан ва тис'ина исман, можно сделать саб'атан ва саб'ина исман. Можно и так далее. То есть можно любые другие поставить. Можно 77 сказать, например. Прочитать этот, то есть без точек, без огласовок. Если напишешь, напишите себе, посмотрите. Можно сделать саб'атан ва саб'ина исман и так далее, и тому подобное. То есть и менять хорошо. Поэтому сказал, миатан илла вахида. Когда миа илла вахида, понятно сразу, что это 99. Это указывает на то, насколько они были грамотные. Поэтому описание его, о том, что он не умел ни писать, ни читать, тогда в этом была своя мудрость Всевышнего Аллаха. И он, братья, донес до нас все то благо и все зло, о котором он знает. И говорил он о том, что будут фитны, которые, братья, то есть будут они волнами находить, подобно морю. Так же? Кто был на берегу моря, знает. Волна приходит, остановилась, отходит. Немножко успокойся. Потом еще одна волна приходит, отходит. И так и больше волны, и больше. Так же? Таким образом. И об этом сообщил нам посланник, алейсалату ассалам. И будет, субханалом, настолько много фитн, что человек будет проходить мимо могилы и будет мечтать, о, если бы я лежал в этой могиле. То есть настолько эти фитны, он не знает, кого слушать, где, как, где истина. Эти говорят истина, те говорят истина. Что мне делать? Он знает, что он будет проходить мимо мертвого человека и говорит, субханалом, вот тебе повезло. Ты умер, и ты не застал это. То есть это не значит, что он желает смерти. Имеется в виду, я хочу быть на твоем месте. То есть я не хочу попадать в эту фитну, которую я. То есть ты уже спасен от этой фитны, если бы я был на твоем месте. Сказал посланник, алейхиссалату ассалам, о том, что будет хорошо. То есть рассказал нам о том, как называется, признаки судного дня. То есть рассказал нам о признаках судного дня. И рассказывал все эти признаки судного дня, о которых сообщил посланник, алейхиссалату ассалам, о том, что будет захвачена Константинополь, но не тем образом, как сейчас, а будет еще другой. Хорошо, то есть сообщил, братья, о многих разных признаках конца света, признаках конца света и так далее. Что люди оставят, хорошо, то есть город посланник, алейхиссалату ассалам. У айбады тидус, ауддаус, дальхаласа, дальхуласа, аульхаласа. Кабля киям и саа. И то, что начнут поклоняться кому-то, кроме Аллаха, субханатами. То есть племя даусна, еще пока не поклонятся своему идолу, джулхаласа. И рассказывает о многих других вещах, чтобы умма не заблудилась. Кама ахбар аннабию, саллаллаху алейхиссалам, о нувейсане и лкарни. И как об этом сообщил нам посланник, алейхиссалату ассалам. Про уайсан карни. Сейчас я сокращу хорошо, чтобы мы это все не читали. Здесь все о чем говорит. О том, что пророк алейхиссалату ассалам сообщил абсолютно каждую деталь. Что более того, сообщил даже о том человеке, о дном, которого не застал ни пророк алейхиссалату, он его не видел, и не видел его никто из подвижников. Которого звали уайсал карни. Который мин мурад, сумма мин карн. Даже сказал его племя, что он сначала из такого-то, а затем из такого-то и так далее. И сказал нам посланнику, алейхиссалату ассалам, что у него даже есть определенная болезнь, определенное пятно здесь. И так все рассказал. До последнего, мельчайшие его подробности. И сказал, что этот человек, если поклянется Аллахом, Аллах сделает все для того, чтобы его клятву не нарушать. То есть настолько он благочестивый, что Аллах его так любит, что если он что-то попросит, непременно Аллах, Субхану Таалли, Всевышний даст ему это. И тогда, то есть Умар, и он сказал Умару, если ты, говорит, застанешь его, то, говорит, попроси, чтобы он попросил за тебя прощения. Хорошо, то есть и до конца хадиса. И вот действительно Умар нашел, и так далее, и тому подобное. Культ, говорит, Иоанн, говорит, после этого. Благочестив к своей матери, то есть это благочестие к его матери запретило ему явиться к пророку Алли Салатусам. Он бы встал с подвижником, но он не застал пророка Алли Салатусам. Единственная причина, по которой он не явился в Медину, что у него была мать, которая нуждалась в нем. И он не мог ее оставить и поехать в Медину. И он из-за этого не застал, то есть пока пророк Алли Салатусам не умер. То есть он был мусульманом при жизни пророка Алли Салатусам, но не застал его, не стал с подвижником. был из больших Таби'инов хорошо, то есть из-за этого он хорошо, то есть сообщил об этом и то есть Пророк, как мы и сказали не застал его, но сообщил об этом по откровению от Аллаха потому что является обязательным или же для того, чтобы указать на важность благочестия к родителям, то есть если это стало причиной для него не явиться к посланнику Аллаха, что говорить об этом, что это за великое дело то есть не так, что Пророк приказал Умару, чтобы он попросил хорошо, то есть чтобы он сделал за него дуа говорит Говорит, если Аллах, а затем Пророк сообщили об Увейсе Алкарни, в то время как Увейс Алкарни он не настолько распространен и известен в общине, как эти четыре имама которым люди заявляют, что нужно до самого судного дня следовать именно их религии и так далее и тому подобное И тогда подумай и скажи мне о разумной человеке возможно ли такое, что этот Увейс Алкарни который вот эта история и все и дальше практически то есть редкое его упоминание где-то есть то есть это настолько великий человек, о котором Пророк сказал Умару чтобы он попросил чтобы этот Увейс который даже сподвижником не является сделал за него дуа ведь Аллах Субхану Талли сообщил о том что этот человек то есть Мустаджабу Даму что на его дуа Аллах Субхану Талли отвечает тот кто сообщил это все скажи мне о разумный разве оставил бы Умму без разъяснения того что появятся четыре имама и нужно следовать одному из них и так далее и тому подобное разве это возможно о разумный то есть если у тебя есть разум скажи мне и тот кто создал небеса и землю разве он мог упустить это это вещь которая как говорится бросает вызов любому разуму или же наоборот которая противоречит разуму любому то есть любой мысли пониманию знаниям религии иману и любви к Аллаху Субхану Талли посланникам всему этому противоречит как это может быть Субхану как такое возможно то есть если хорошо то есть нужно следовать за ним то есть имеется ввиду то что слепое следование за одним кроме пророка за каким-то имамом это то положение которое хорошо то есть идет наперекор к разуму любому пониманию знаниям в религии так же иману как мы говорили что говорили имамы про них то есть у такого человека нет веры либо тауба либо голова с плеч хорошо и так же это противоречит любви к Аллаху и его посланнику хорошо то есть потому что тот кто любит посланник любит Аллах Субхану Талли ни в коем случае без никакого довода не поставит кого-то в их ранг клянусь Аллахом говорит если бы таклид одного из этих имамов хорошо то есть обязательно был бы для общины то непременно разъяснил бы это Аллах Субхану Талли а затем посланник его и поэтому те люди поэтому поистине те люди которые заявляют сегодня что то есть немазгабность или же безмазгабность это беда мы обращаемся к этим людям которые взяли себе секту вокруг себя собрали людей и говорят что безмазгабность это болезнь безмазгабность это беда 21 века или 20 века и так далее и тому подобное мы обращаемся к этим людям обращаемся к их религии к их иману обращаемся к их хорошо любви к Аллаху его посланнику салла Аллаху алейсалям и мы напоминаем им о том что они встанут перед Аллахом субхану Талли предстанут они перед ним какой у вас довод на то что вы обязали умму тем чем не обязал Аллах субхану Талли разве это не введение чего-то нового в религию Аллах субхану Талли и если же это не нововведение то что вообще есть нововведение скажите также еще один вопрос не знали ли имамы о том что следовать за ним является обязательным в то время когда они запрещали своим ученикам делать это то есть все имамы без исключения запрещали слепое следование за ним когда они запрещали это они не знали что это является ваджимом если они не знали что это является Саваджима, обманули ли они своих учеников? Идзен фа кад хан уммата Мухаммадин, саллаллаху алейхиссалям. То есть, получается, они предали умму пророка, алейхиссалату ассалям, так как не разъяснили это, в то время как было обязательно следовать за ним, за ними, или за одним из их четверых, как заявляют некоторые, хорошо? Тогда, тогда это, получается, братья, предательство уммы пророка, алейхиссалату ассалям. Они не донесли до нас это, так же? Алейса хада мармаа кауликум, разве не к этому сведутся ваши слова, в то время как эти люди из приближенных Аллах, субхану Талли, из лучших рабов Всевышнего Аллаха, субхану Талли, и мы, братья, любим и просим Всевышнего Аллаха, субхану Талли, не спаслась свою великую милость за Абу Ханифу, за Малика, за Шафи, за Ахмада, но ваши слова, о те, кто обязываете других следовать мазабу, о те, которые говорят, что безмазхабность это болезнь, что это бедаат и так далее, разве из ваших слов не следует это, что они предали свою умму, предали своих учеников, умму саллаллаху алейкум, говоря им, что нельзя за мной следовать, ла тукалид ни, ва ла тукалид маликан, ва ла шафи, ва ла ла уза ай, ва ла таври, хозмин ахайзу ахаду, как говорил имам Ахмад, не следуй слепо за мной, не следуй слепо за Маликом, за шафи, за ау за ай, за таври, бери оттуда, откуда брали они, когда говорили эти слова, были ли они предателями этой общины, если они знали, что является обязательным следовать им. И они, братья, далеки от того, чтобы попасть в такой страшный грех, то есть они не предавали никогда уму, они, братья, доносили то, что есть из истины, хорошо? Аллаху альмустоан. Ла юкалю хата, братья, это, братья, невозможно вообразить себе. Ва ла юкбалю бихалин миналахуал, то есть никаким образом мы такое не примем, если кто-то скажет это. Естественно, эти люди не скажут, они начнут вбирять, как обычно, или замолчат просто. Ничего они на это не скажут, потому что если сами имамы не обязали нас следовать за ними, кто тот, кто обязал? Почему именно имя обязал? Какой у него на это довод? Где ответ? Нет ответа. И поэтому, братья, из этого вопроса, из этой главы мы должны понять, что не является ни в коем случае обязательным ни знатоку религии, ни джагилю следовать слепо за определенным мазомом, или за определенным ученым. Более того, ему является обязательным изучать религию Аллаха, с доводами, из книги Аллаха, сунны посланника, по пути праведных предшественников. И тогда, если вдруг с ним что-то приключится, и он не знает ответ, то он должен что сделать? То есть он должен обратиться к ученым, известным, которые известны тем, что своей приверженностью в книге Аллаха, и сунны посланника, алейх салату ассалам, спросить его и последовать за ним в рамках слова Аллаха, субханнаху ата'аля, спросите же знающих, если вы не знаете. Следующая, братья, глава, Аллаха, шестая глава, слепое исследование мазабам, или фанатичная приверженность мазабам, то есть основа, говорит, слово та'ассуба, в арабском языке, корень его, то есть возвращается, асаба, и отсюда мы говорим асабия, асабия, это когда человек своих близких зовет себе на помощь, и объединяется вместе с ними против того, кто как-то тоже что-то ему сделал, хорошо, и неважно, они являются притеснителями, или же они притеснены, то есть, подобно тому, как в некоторых родах, племенах и так далее, не разбираясь, кто прав, кто виноват, хорошо, то есть, не разбираясь, кто прав, кто виноват, начинают что, то есть, за своего, то есть, он из нас, поэтому мы будем за него, даже если он заблудший там и так далее, и тому подобное, то есть основа этого слова возвращается сюда. И в хадисе пришло, аль асабию ман ю'ину кавмаху аля зульм, кто такой асаби, асаби, то есть, или же, то есть, переводят по-разному националист, или же Аллаху алим, как это лучше перевести по-русски, Аллаху алим, то есть, в любом случае, асаби, это кто такой, это тот, кто помогает своим близким вершить несправедливость, то есть, он все равно за своих, даже если они, то есть, неправы в этом, хорошо говорит, то, что я же такой-то, я же из этого народа, я же из такого племени, и так далее, и тому подобное, я буду вместе с ними, даже если они неправы, Аллаху алим астану. То есть, то, что мы сказали, это калам бен Манзур. То есть, что касается терминологии мазхабов, то они говорят, что это следование одному мазхабу, определенному из тех мазхабов, которые относятся к Исламу. Не важно, будь то в убеждениях или же в фикхе, и защита его неважна, то есть, истинна или же ложна. То есть, например, из подобного мазха, мы говорим здесь в значении путь, не просто ханафииты, шафииты и так далее. Нет, любой путь. И поэтому он говорит, то есть, неважно, либо в ахиде, либо в фикхе. Фикхе, как, например? Нет, в фикхе какой? То есть, какой маза бывает в фикхе? Абу-ханифа, маза-бу-хаяханафиты, там, шафииты и так далее. В ахиде какой маза может быть? Аш-ариты, матуридиты, ииты, 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 ииты. И можешь еще много-много иитов говорить. Хорошо. И тогда, то есть, все это что? Слепая приветствия. Поэтому, говорит, и помощь ему, то есть, этому своему, то есть, этой своей группе и так далее, неважно, будь то истинная или же ложь. Поэтому, видим, что люди придумывают хадисы. Для чего? Для спасения своих каких-то скверных убеждений. Аллаху-хаму-стану. То есть, до какой степени, братья, должен дойти человек, который понял, то есть, тот, кто выдумал хадис, чтобы защитить свой маза. Разве он не понимает ложность этого? То есть, он изначально выдумал. То есть, он понимает, кроме того, что выдумал он, у него нет ничего в поддержку своего заблуждения. Но проблема в чем? Как мы говорили, Но они были опьянены уже этим теленком, как было во время Мусы, когда начали предавать Аллаху, они, братья, опьянены были уже этим. И поэтому человек, когда залгался, чересчур много лжет, он уже сам верит в свою ложь. И он выдумывает хадис, и потом будет воевать, он говорит, ты что, это же хадис пророка. Хотя ты сам его выдумал, и это, братья, то, что это насколько закрыто сердце этого человека. Что за шайтан это, братья? Хорошо, который сам начинает верить в свою ложь. Хотя, братья, клянусь, Аллаху. То есть, неужели вы думаете, что те небылицы, которые суфисты рассказывают и так далее, и плачут все и так далее, неужели вы думаете, что они сами в это верят? Быть может, кто-то из них действительно верит, который Аллах, Субханалим, вообще его разума лишил. Но братья, Субханалим, верить в то, что то есть, вещи Аллаху Акмар, то есть, даже рассказывать некоторые, Субханалим, удивительно просто. Некоторые из них мы уже говорили на книге «Недобожие», так же? То есть, какие-то вещи даже, то есть, Аллаху Алим, еще дети и так далее, для женщин, даже не хочется приводить примеры, сквернейшие примеры. То, что они говорят, делают и так далее. Валлаху мустаану. И поэтому, братья, следование неистине, то есть и фанатичность в вопросах неистине, хорошо, в заблуждении это, братья, скверно и запрещено. И, братья, фанатичная приверженность к одному из имамов, нет, братья, в этом никакого сомнения, что это, братья, деление. Это разделение умы. И как я сказал, то есть и мы уверены, шейх говорит, что мы, я говорю, убежден в том, что, братья, фанатичная приверженность заходит, братья, в слова Всевышнего Аллаха, субханаху ва та'аля, поистине те, кто разорвали свою религию, разделили свою религию и стали группировками, ты не причастен к ним. И это, братья, то, что они делают. Группировка ханафитов, группировка малекитов, группировка шафаитов. Эти не разговаривают с этими, эти и так далее. Где, где, субханах, где повеление на это от Всевышнего Аллаха, субханаху ва та'аля? И поэтому, братья, ученые сильно предостерегали от этого, то есть от этого фанатизма, запрещенного. لأن عقبته مخالفة أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم Потому что итогом этого всегда является противоречие по велению посланника, по велению Аллаха и его посланника صلى الله عليه وسلم فَكَمِّنَ الْمُتَعَصِّبِينَ لِلْمَذْهَبِيَ يَرُدُّونَ الْحَدِيثَ الصَّحِيحْ لِأَنَّ الْإِمَامَ لَمْ يَقُلْ بِمُعْفَقَدِ И сколько же таких, хорошо, которые фанатично следуют своему мазабу и отвергают достоверный хадис только потому, что имам не сказал подобного. То есть, или же имам не согласился с этим. Говорил Ибн Таймия, وَلَيْسَ لِأَحَدِينَ يَنْصِبَ لِلْ أُمَّ شَخْصًا يَدْءُ إِلَىٰ تَرِيقَتِي وَيُوَالِي وَيُعْدِ عَلَيْهَا غَيْرَ النَّبِي صلى الله عليه وسلم И не дозволяется никому брать себе, то есть, или же из числа этой уммы, брать себе человека, к пути которого они будут призывать, ради которого они будут любить и ненавидеть, кроме пророка, وَلَيْنْصِبُ لَهُمْ كَلَامًا يُوَالِي وَيُعَدِ غَيْرَ كَلَامِ اللَّهِ وَرَسُولِيهِ صلى الله عليه وسلم И не нужно брать их слова, и ради их слов, хорошо, то есть, воевать или же любить, и нельзя, то есть, это делать, ни с чьими словами, кроме слов Аллаха, Субхан Талей, его посланника, صلى الله عليه وسلم ومَجْتَمَاتْ عَلَيْهِ الْمَّ А также то есть то, в чем единогласное мнение уммы وَلْهَادَ مِنْ فِعْلِ أَهْلِ الْبِدْعِ الْلَّذِينَ يَنْصِبُونَ لَهُمْ شَخْصًا أَوْ كَلَامًا يُوْفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْأُمَّ Но это, братья, наоборот, издеяния бедатчиков, нововведенцев, которые берут себе какого-то человека или же какую-то идеологию, какие-то слова, и путем этого они, братья, разделяют эту общину وَيُوَالُونَ بِهِ عَلَذَالِكَ الْكَلَامِ и они, то есть, проявляют любовь и по отношению к этому слову, то есть этим словам, то есть какое-то убеждение взяли и из-за этого убеждения, то есть строят на этом свою любовь и ненависть и так далее. وَيُوَالُونَ بِهِ عَلَذَالِ То есть имеется в виду, подобно тому, как это делают кто, делают, например, то есть любая заблудшая секта, ашариты опять же, взяли себе одного человека и следуют его словам. И любят и ненавидят ради этого. Ты ашарит, мы тебя любим. Ты не ашарит, мы тебя не любим. Или маатуридиты, мы сказали, что маатуридиты это те же самые ашариты и так далее. Или же муатазириты и так далее. То есть любые люди, или же даже мазхабисты, то есть то же самое, выдумали себе, что нужно слушать именно этого имама и все то, что он говорил, заставляют тебя принимать. Если не принял, ненавидят тебя. Разве не так? То есть если ты не принимаешь слова их имама, они тебя ненавидят. Если ты их принимаешь, то агленумархалла, так же? То есть сразу ты добро пожаловать, как говорится, они тебя сразу любить начинают. И это, братьяне, ни слова Всевышнего Аллаха Субхандах, ни слова посланника Алии Сарату Ассалам. Разве это правильно? Так же он говорил, И братья-имама этой религии, они, братья, то есть придерживаются пути сподвижников. Да будет доволен Всевышний Аллах Субхандах всеми ими. И сподвижники, они, братья, были едины. Хорошо, то есть они были братья едины. И даже если они разногласили в каких-то вопросах, то есть ответвлении шариата, как вопросы омовения, молитвы, хаджа, развода, или же, то есть, наследство и так далее, но вместе с этим их единогласное мнение, это, братья, без сомнений, является доводом шариата. Нормально слышно меня? И поэтому тот, кто, братья, возвеличивает какого-то конкретного имама, оставляя всех остальных, тот подобен тому, кто следует одному из сподвижников, возвеличивая его и оставляя остальных. Как, например, рафидиты, которые возвеличили Али и оставили всех остальных сподвижников, даже более того, некоторых обвинили в неверии в Аллаху Маста. Или же, как хариджит, который постоянно порочит Усмана и Али, да будет доволен имя Аллаху Субхану Хуа Тааля. И это, братья, путь бедатчиков, нововведенцев и приверженцев своих страстей, которые, братья, через Кур'ан и Суму и через единогласное мнение мусульман, мы знаем, что это, то есть эти люди порицаемые. Хариджун Ани Шариата. Они, братья, вышли из Шариата. Аль-Минхаджи, леди ба'аца Аллаху, ба'аца Аллаху, бихи Расуллаху, салла Аллаху Алейху Саляму, и сошли они с того пути, то есть, сошли они с того пути, или же, да, сошли с того пути, с которым, то есть, Аллах Субхану Хуа Тааля не спасла своего посланника, салла Аллаху Алейху Саляму. Поэтому тот человек, который фанатичен по отношению к одному из них, то тогда он похож на тех, о ком мы упомянули. И неважно, за кем он именно последовал, за Маликом, за Шафией, Абу Ханифой, Ахмадой, или же кто-то другой. И что можно сказать про того, кто фанатично следует кому-то из этих имамов. То есть, максимум, что можно о нем сказать, что он джагиль, и он не знает ни свое знание и религию, ни имама своего, ни кого-то другого. Такой человек является джагилем и является несправедливым. В то время, как Аллах Субхану Хуа Тааля повелел изучать знания и быть справедливым. И также Аллах Субхану Хуа Тааля запрещал невежество и несправедливость. Аллах Субхану Хуа Тааля сказал, когда рассказывал в суре Аль-Ахзам, говоря о том, что когда Аллах Субхану Хуа Тааля хотел верить кому-то, отказались небеса, земля, горы, все отказались, побоялись. Великие такие создания. Ухамаля линзан сказал. Но взял это на себя человек. Сказал, я понесу это время. Хорошо. Почему? Потому что он является несправедливым и является невеждой. Ли юаззиба Аллаху аль-мунафигин аль-мунафигат. Чтобы это стало причиной наказания Аллахом Субхану Хуа Тааля лицемеров и лицемерок. И вот поэтому мы видим, что Абу Юсуф и также Мухаммад, кто такой Мухаммад здесь? Мельхасана Шейбани, да. Они, братья, самые-самые ярые последователи Абу Ханифа, то есть его близкие ученики, которые больше всего знают то, что он сказал. Вместе с этим они, братья, противоречат своему имаму в вопросах, которые не сосчитать. То есть много-много. Мы сказали в двух-третьях Мазхаба. В большей части Мазхаба они противоречат им. Потому что они увидели из сунны и из доводов то, что являлось обязательным для них, то есть оставить слова имаму и следовать за этим доводом. То есть вместе с этим они возвеличивали своего имама. То есть поэтому нельзя им сказать, что они на одном месте не могут усидеть. Нет. Абу Ханифа и другие имамы, они говорили что-нибудь и потом, когда узнавали довод, оставляли это и следовали доводу. И нельзя сказать, что они нерешительные, то есть постоянно с одного на другое прыгают. Ведь человек постоянно изучает хорошо, то есть и увеличивает свой имам. Поэтому если он узнает что-то из знания, чего он не знал раньше, то он следует за этим. Такой человек, опять же, не является тем, кто не может определиться, то он здесь, то он там. Нет. Такой человек, наоборот, ведомый прямым путем и увеличит Аллах Субхану Таиле его прямой путь, то есть укрепит его Всевышний Аллах Субхану Тааля. На этом Аллах Субхану Тааля сказал, и говори же, о Господи, то есть увеличь мои знания, приумножь мои знания. То есть это что касается фанатичного следования чему-то. То есть не просто следования, а еще и фанатик. Когда человек фанатиком становится, говорит, только это, только это и так далее. Вместе с этим, что нужно обязательно сразу прочитать, это Аль-Фасвисави, седьмая глава. Уджубу ахтирами ла иммати вал маукифу аль муслими маам. То, что, братья, является обязательным уважать ученых, имамов. Хорошо, то есть вместе с этим. Это не значит, что все, что мы порицаем и так далее, что мы порицаем ученых и имамов. Нет. Их обязательным является уважать. Говорит шейх. Я нбаги ана тазеккара ан Аллаха Аззавджелла Обязательным является знать, что Аллах, субханава тааля, обязал верующих просить прощения за тех, кто опередил их. То есть в имане. Из числа праведных пришественников, сподвижников, имамов и других. Чтобы у них не было ни в коем случае в сердце, в сердцах ненависти. Хорошо. Или же какого-то зла, ненависти и так далее, зависти к ним. Аллах, субханава тааля, сказал И те, которые пришли после них, говорят, О Господь наш, прости нам и нашим братьям, которые опередили нас в вере и ни в коем случае не поселяй в наших сердцах ненависти к тем, кто веровал. О Господь, поясни ты, мягкий, милый. И поэтому является обязательным верующим, чтобы они, то есть с уважением относились к имамам и тем, кто опередил их в вере. То есть брать в пользу от их знаний. Но, братья, никто не может сказать, что он не нуждается в имамах и так далее и тому подобное. Хорошо. Или же, наоборот, точнее, не может сказать, что слов имама хватает. Хорошо. И не нужны слова Всевышнего Аллаха, субханава. То есть все. Имам сказал, мне этого хватает. Не нужен мне его ни довод, ни слова пророка, не слова Аллаха, субханава. То есть во всех вопросах веры, религии и так далее. Аш-шан-киты говорил, Мухаммад Алямин Аш-шан-киты, Знай же, что наше отношение к имамам, неважно, четырем или же остальным, хорошо, то есть четыре имама и остальные имамы, наше отношение к ним подобно отношению остальных мусульман, справедливых, то есть по отношению к ним. То, что мы, братья, любим их. Также, то есть хвалим их. За то знание, которое они донесли, за ту богобоязненность, в которой они были описаны. И то, что они, братья, следовали, или же, точнее, то, что мы следуем за ними. Хорошо. То есть в книге Аллаха, субханава, субханава, посланника, алейс-салату ас-салам. То, что они, или же, да, точнее, мы хвалим их, или же хвалим их за то, что они следовали, то есть в своих деяниях, из книги Аллаха, и сунне посланника, алейс-салату ас-салам. То, что они ставили и Кур'ан, и сунну выше своего мнения личного. И также мы изучаем их слова, чтобы понять, то есть, или же, чтобы взять из них пользу. Хорошо, то есть в вопросах истины. И будем оставлять то, что, то есть, противоречит Кур'ану и сунне. То есть возьмем мы то истинное, которое они сообщили, то есть то, что соответствует Кур'ану и сунне, и оставим то, что противоречит Кур'ану и сунне. А те же вопросы, в которых нет шариатского текста, то нужно смотреть, что то есть они сказали, на их истинное. То есть, и быть может, в некоторых вопросах следование их истинное, будет лучше, чем следовать нашему истинное, для самих себя там и так далее. Потому что они больше нас знали и богобоязненными были больше, чем мы. И поэтому нам Но мы должны, братья, смотреть и, как говорится, то есть смотреть для своих душ, оберегать себя хорошо и смотреть, что является ближе к довольству Всевышнего Аллаха. Что то есть дальше от чего, то есть от какого-то сомнения и так далее. То есть, что является сомнительным, что является несомнительным. То есть, какие слова лучше, чем другие. Как сказал посланник, алейс-садату ассалям, оставь то, в чем ты сомневаешься, в пользу того, в чем у тебя нет сомнений. Тот, кто боится, то есть, тот, кто остерегается сомнительного, то тот, хорошо, то есть, обезопасил свою религию и свою честь. И, то есть, правильное будет сказать про имамов, хорошо, то, что они из лучших мусульман, из лучших ученых мусульман. И то, что они, братья, не обезопасны от ошибок. То есть, они ошибаются. То, в чем они правильно сделали, то есть, или же совершили деяние по сунне, или же, то есть, то деяние, которое соответствовало у них сунне, посланника алейс-садату ассалям, то они возьмут хорошо награду за иштихаду ажурлих-саба. И то, что они правильно сказали. То, в чем они ошиблись, они получат награду за то, что они проявили усердие в поиске истин. Если они ошиблись в чем-то, то они не будут спрошены за это. То есть, будет им прощена, иншалла, эта ошибка. То есть, они в любом случае получают награду. То есть, не будет это ни позором для них, ни порицанием, ничего подобного. Но книга Аллаха и сунна его пророка то есть, они, то есть, это является судьей их словам. И также, то есть, их словам и деяниям, естественно. Как это известно. Поэтому, не будь чрезмерным ни в одной из степеней. То есть, ни туда, ни сюда не уходи. Поэтому, то есть, не надо чрезмерствовать и не нужно, то есть, наоборот. То есть, не нужно ни в коем случае порицать их сильно, там, про них что-то говорить, про имамов и так далее. То есть, не будь исчезла тех, кто их порочит и так далее. И не будь так же убежден в том, что их слова, то есть, достаточно и не нужны слова Аллаха, Субхан, или его посланника, Саллаллаху Алиюсалям, или же то, что их слова величественнее и выше, чем слова Аллаха, его посланника, Саллаллаху Алиюсалям. Это, саллаллаху, аля Набина Мухаммаду, аля Али, ассаби, и жмей, и жзаку, и махайру. Спасибо. Спасибо.